Уважаемый Сергей Константинович, у нас всё хорошо, сказал глава Сусуманского района, губернатору Магаданского мостя, и отчитался за период. Это видео на минувших выходных прислал наш телезритель Павел Подпорин. Это с ним мы уже несколько лет пытаемся добиться порядка в подвале на Советской 7. Сейчас молодой человек живёт в Сусумане, и по его словам, там в помощи нуждаются не меньше. Больше месяца назад в 45-м доме по улице Первомайской прорвало канализационную трубу, и с тех пор здание затапливает. Коммунальные службы течь не устраняют, ссылаясь на отсутствие доступа в квартиры, хотя жители не раз согласовывали с ними даты проведения ремонта. Об этой ситуации Павел рассказал в соцсетях. Чуть позже комментарий под публикацией оставил Центр управления регионом. По информации администрации Сусуманского городского округа, сегодня поступило сообщение о тече канализационной трубы. Сегодня же было проведено обследование и ремонтные работы были завершены, а течь устранена. Если проблема сохранилась, то просим автора видео сообщить нам об этом дополнительно. И он сообщил. Вот это видео я записываю, дабы опровергнуть информацию, которая поступила от Центра управления регионом под публикацией «Магадан Лайф». Якобы течь устранена и т.д. и т.п. Аварийщики приехали, поколотили лед, что-то там волшебнули, закрыли дверь, повесили малюсенький такой замочек. Суть-то не в замке. К двери подходишь, слышно, как вода бежит. Тут в подъезде прям, и там на видео вроде видно, что лед. То, что вы отколотили лед и обеспечили открываемость дверям одним, вторым и повесили замок. Но это не дает право никому, ни главе, ни исполняющей службе, кто это делал. Им не дает это право давать такой отчет, который предоставил ЦУР. То есть они сказали, что вот, получили сообщение, проблема была устранена, все замечательно, все прекрасно. Я тут же это наблюдаю, выдерживаю паузу. Думаю, ну ладно, если они дали, допустим, информацию заранее, дабы вырулить ситуацию, чтобы не было резонанса. Думаю, да, мы им еще часа три посмотрим, какая будет реакция. Вообще будет ли, в принципе, еще какое-то действие. Дождаться коммунальщиков все-таки удалось, правда, только на следующий день. Вот результат нашей работы, народной работы. Всем, кто помогал решить данную проблему, выражаю искреннюю благодарность. А исполнителям говорю, исполняйте свои обязанности на местах, не заставляйте людей нервничать. Но это не единственная беда дома. В этом же подъезде нет горячей воды. Ее перекрыли около года назад, и никто не знает, в чем причина и когда она снова начнет поступать в квартиры. Зато квитанции на оплату этой услуги приходят каждый месяц. Жители надеются, что раз удалось справиться с пробойной в канализационном стоке, получится решить и эту проблему. Во всяком случае, для того, чтобы они узнали ответственные органы, они сделают все возможное. Продолжение следует...